У Сонечки есть брат и две сестры. Девочка их часто вспоминает. Она теплый домашний ребенок. И ей одиноко в казенном сиротском учреждении. Героиней программы «Право на маму» Сонечка стала совсем недавно. А уже спустя пару недель после эфира у малышки появилась новая семья. Сонечка не единственный ребенок, кому удалось помочь. За три года создатели программы на телеканале «Самары ГИС» рассказали о судьбах 160 ребят. 135 из них уже нашли маму и папу. «Право на маму» не раз становилось победителем конкурсов и фестивалей разного уровня. Работу Инессы Панченко высоко оценили на всероссийском конкурсе «Семья и будущее России». Он проводится уже второй год. В этот раз заявки подали 500 участников со всей России. Премия присуждается в четырех номинациях – радиожурналистика, интернет-издание, печатные СМИ и тележурналистика. В общей сложности жюри рассмотрела почти 6 тысяч материалов. Программа «Право на маму» обошла 80 финалистов и завоевала первое место. Мне очень часто говорят, как вы можете переносить все эти негативные эмоции. Мы бы все время плакали. Нет смысла плакать, когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Позитивного в нашей программе очень много. И вообще, что может быть позитивнее новости о том, что ребенок перестал быть сиротой и перешел в статус сына или дочери? Получать награды всегда приятно, говорит Инесса Панченко. Но признается, гораздо важнее узнавать, что благодаря твоей работе еще один человек на Земле стал счастливее. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.